Вот у нас тут целых два слова в одном предложении с картанной основы. В словаре мы ищем на кси, а не на кэ. Не кэрюк, такого нету, а кэрюкс. И салпингас тоже. И надо искать слово салпингг, такого нету. Салпинкс. То есть вторая гамма меняется в словарной форме на кси. Салпинкс, кэрюкс. Так, ну кэрюкс это, как это называется? Глашатый. Да, глашатый. Значит, здесь будут глашатые во множественном числе. У них есть сейчас, видимо, серебряные. Сейчас посмотрю, что такое. Салпинкс. А, у них есть трубы. Трубы, да, рожки, с помощью которых они созывают людей, да. Глашатые имеют серебряные рожки, либо трубы. Гайтон аллопекон, трихес, эйсин, эрюкхрайп. А аллопекон это лисом, да? Ой, то есть. Аллопекс тоже на кси ищем, да. А вот смотрите, вот это сложное место, я забыл об этом сказать. Слово трикс, трих, оно сложное вдвойне. Во-первых, оно относится к словам на гортанную основу. То есть там, на самом деле, кси будет, три кс. В словах греческих, у которых в двух соседних слогах появляются две придыхательные согласные, одна из этих придыхательных меняется на непридыхательную. То есть невозможно сочетание двух соседних слогов с двумя придыхательными. Умноженное число трихес. Вот это слово, оно написано правильно по закону Грацкого. Тут одна придыхательная, х. Но по идее там должна быть, смотри, по идее там должно было быть вот такое сочетание, трихес. Тх это придыхательная, а в следующем слоге, сразу же за ним идущим, еще одна придыхательная хи. Это невозможно по закону Грацмана. И поэтому у нас трихес, трихес, меняется на трихес. Вот на это, да? Но в номинативе единственного числа необходимости менять нету. Поэтому там будет трикс. Потому что кси это не придыхательная. И поэтому здесь в номинативе единственного числа есть возможность оставить придыхательную тхету. Из-за этого у него номинатив и генитив отличаются не на одну букву, а аж на две, согласны, отличаются. Вот это слово я советую запомнить. Оно в словарной форме на тхету пишется. Трикс – это волосы. Здесь волосы. Либо можно перевести шерсть. Трикс, да, пожалуйста, шерсть. Вот по этому же слову, тхрикс, как будет дойти плюра лиси? Через тхету. У лисиц рыжая или красная шерсть? Шерсть лисиц, она является красной, да? У лисиц, она является красной, и красной, и красной, и красной, и красной. Мелитон, спузэн. Дитя. Так, а сам мы же удивляйся. Да, да, дитя удивляйся. Значит, мы удивляемся, да, точнее, у юноши удивляйся. Спудэ, что такое? Усердию. Стремление. Усердию, да. Мюрмекон. Мюрмекон? Накси. Мюрмекс. 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 Да. У юноши удивляйся усердию. Мюрмекс. Мюрмекс. И кого еще? И пчел. И пчел, да. Эн той с арабсин хо-гипой эйси-колой. Да. Интересное употребление здесь предлога «эн», но, видимо, у арабов, как здесь и сказано, лошади красивые. А, нет, подожди, плохие колосс. Красивые. Красивые, красивые. Лошади красивые у арабов, да. Вот у меня вопрос. Да. Это лук будет? Луки. Только множественное число. Та, токса. Луки. Луки. Эфиопов? Эфиопов, да. Ну да, эфиопов, да. А были? Да. Длинными и сильными. Да, именно так, да. Гой, деспотай коладзуси те мастеги тус дулус. Да. Хозяева наказывают рабов в помощь у лети. Правильно. Фракес, эхэй, хульсун. Эсан. А, нет, извините. Эсан, эсан. Хой, трак, эсан Андрейёй. Андрейёй стратиотай. Кай, кай, клютой, токсотой. Значит, стратиотой и токсотой – это слова какого склонения? На ай заканчиваются. Второго? Нет. Первого получается. Первого, но мужского рода. Тут подлежащие-то фракийцы. Хой относится к фракийцам. А остальное – это уже сказуемое. Хой фраки. Вот я не сам. Фракийцы были кем? Мужами. Нет. Фракийцы были воинами какими? Смелыми, отважными. Были воинами смелыми? Да. И… Прославленными лучниками? Да. Фракийцы были смелыми воинами и прославленными лучниками. Богиня Афина имеет золотые… Я забыл, как мы это перевели, не латы, а какое-то другое слово вы сказали. Можно и латы. Панцирь, кольчуга. Панцирь, да. Панцирь имеет… Распехи. Имеет, да, золотой панцирь и порфировое, не знаю, какое-то одеяние. Ну, я говорю пеплс обычно, просто пеплс. Ну, да, есть. Я просто думал, что… Да, хорошо, пеплс. Как будет панцирь один в номинативе? Тхоракс. Тхоракс, да. Еще обратите внимание на то, как написано богиня Афина, да? Имя написано без артикля. А перед ее, как бы, так сказать, профессией или должностью, да, написано артикль. Гетха. Не Гэ, Атхэна, 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 Атхэна. Да, мы где-то уже встречали это, по-моему, раньше. Конечно, да. В черном, в том же самом, да, постоянно попадается. И еще, смотрите, обратите внимание, Атхэна – это антический вариант слова Афина, антический. Но вот нам, когда мы Гомера читаем, постоянно встречается другой вариант. Атхэне. Ионистский, ионический. Атхэне. То есть ударение другое, не Атхэна, а Атхэне. И на конце не альфа, а это. Вот, смотрите, Атхэна, а ионическое, видите, Атхэне. Давайте. Это Пирос, Флогер, Сейсин, Рюдхрай. Ну, пламя, ну как, много их. Да, ну. Огненное пламя. Языки, либо сполохи пламени. Да. Огня, огня. Да, они красного цвета. Да, все верно, отлично. Юлия, пожалуйста. Глаза усов днем есть слепые. Да, вот ГМРС-то днем, именно, да. Это застывший такой генитив в течение дня, ГМРС. А как сказать ночью? Знаете? ГМРС днем? Нюктос. Вы даже это знаете, да? Нюктос, да. Генитив от слова нюкс. Гой корокес, кай глаукес, туз. Онюкс, онюхас эхусин исферус. Тоже, вот смотрите, гюкс, тоже на губную, да. Мы видим П, в косвенном падеже П, Пи. А в номинативе ПСИ будет гюкс, коршуны, коршуны. То же самое с воронами. Коракс, глаукс. То есть, вот эти птицы, да, эхусин. Имеют. Да, имеют, да, правильно. Онюкс. Вот тоже смотрите, видите, в косвенном падеже на ХИ заканчивается, а в номинативе будет КСИ. Онюкс. Когти. Когти, да, когти, имеют какие? И слезы. Сильные, это очень важно прилагать на запомнике. Сильные, да.